Дорожный полотно М7 говорит, из-за большегрузов дорога убита настолько, что после поездки нередко приходится менять диски, не говоря уже о шинах. Та часть трассы, которая находится в городе непосредственно, ну в общем выглядит более убитой, если называть это шоферским сленгом. То есть вот эта вот безумная лыжня, которая может выбить автомобиль помельче, не небольшие большие грузы, а скажем легковушки, просто выбить из колеи и заставить улететь на обочину, эта лыжня гораздо чаще видна вот именно в самом городе, чем на трассе М7 за пределами города. Теперь тяжеловесам придется раскошелиться. В Нижнем Новгороде появится комплекс весогабаритного контроля и соответственно система штрафов. Власти обещают, что в следующем году на основных въездах в город будут действовать 9 стационарных постов, плюс 3 мобильных центра весового контроля, чтобы отслеживать перегрузы в городской черте. С огромным перегрузом двигаются грузовики по территории нашего города и плюсов я никаких не вижу, минусов достаточно. Это и экологические проблемы, это и влияние на организацию движения, ну и то, что они разбивают дороги в 16 раз быстрее, чем положено по регламенту. Цена вопроса 253 миллиона рублей, плюс 15 миллионов ежегодно за техобслуживание. Правда, комплексу пророчат мгновенную окупаемость. Предположительно, штрафы за перегрузы принесут в казну почти 600 миллионов рублей. Правда, только при стопроцентной собираемости. Указанные решения влекут наложение административного штрафа на водителя, там несколько пунктов, но в основном на водителя от 2 до 2500 рублей, на должностных лиц, соответственно, за перевозку от 15 до 20 и на юридических лиц до 500 тысяч рублей. Идея создания комплексов весового контроля обсуждается администрацией уже не в первый раз. Очевидно, наши власти все ближе к пониманию того, что дороги, дающиеся так трудно и дорого, выгоднее беречь, чем бесконечно капитально ремонтировать. Александра Ильянова, Сергей Коваль, Илья Федулов, Горький ТВ.